Здравствуйте! Сегодня наш ролик посвящен горшочным цветам. И в принципе, мужчины, я этот ролик посвящаю вам. В преддверии 8 марта, Дня улюбленных, у всех мужчин стоит вопрос, какие же цветы подарить своим милым дамам? Живые цветы, как правило, недолговечные и в преддверии праздников они стоят достаточно дорого. И у многих мужчин начинается просто паника. Так вот, этот ролик в помощь вам. Товарищи мужчины, я призываю вас, давайте мы не будем покупать цветы срезки, а купим вот таких красавцев. Вот сегодня на столе я собрала для вас одни из самых таких красивых и долго цветущих и неприхотливых цветов. И каждый цветок, он что-то означает. Я сейчас кратенько вам расскажу. Ну, конечно, первое место в этом списке занимают это луковичные. Любые луковичные вы можете брать совершенно спокойно. Это и тюльпаны, и нарциссы, и гиацинты, крокусы. К праздникам, как правило, они уже продаются в маленьких горшках и имеют цветущий вид. Вы их можете подарить своим дамам. И когда период цветения закончится, если у вас есть сад, вы можете эти луковичные посадить в саду. То есть, мало того, что они у вас еще красиво цветут, так они еще и на следующий год у вас зацветут. Но помните, когда вы планируете подарить своей даме живые цветок, вы должны один нюанс всегда помнить, что дамам более старшего возраста можно дарить цветы с насыщенной окраской, то есть красной, бордовой, темно-желтой. Если у вас дама молодая или вообще юная девушка, то лучше, конечно, предпочтение отдать вот таким вот нежноцветущим цветам с бледной окраской цветка или же классическим розам. Хочу обратить ваше внимание вот на такой роскошный цветок. Называется он Антуриум, Антуриум Андре. Бывает вот с такими красными цветками, вот с такими белыми. Бывает вообще у цветка окантовка темно-зеленая, тоже создается необыкновенное впечатление. Цветет он достаточно долго, но при уходе за Антуриум знать нужны некоторые нюансы. Поэтому у нас есть ссылку, я дам на ролик, как правильно ухаживать за Антуриум. Ну, вы знаете, в принципе, этот цветок заслуживает внимания вашего товарища-мужчины, чтобы подарить своей даме. Ну, наверное, еще одни из самых любимых цветов – это вот такие бегонии. Красавица бегонии. Вот такая вот. Раскраска листьев. Ой, цветов бывает очень разное. Белое, красное, розовое, бывает махровое. Но выбор огромный. Бегония тоже достаточно неприхотливый цветок. Единственное, что он требовательна к влажности в воздухе. Ну, поверьте мне, он тоже заслуживает вашего внимания, так как цветок, вот сам цветок, очень напоминает розочку. Ну, конечно, еще классический вариант – это розы в горшках, как правило, их к праздникам привозят очень много. Розы тоже – это символ любви. Раскраска цветов бывает различная, от белых до темно-красных. Розы тоже после периода цветения достаточно длинные. И потом вы эти розы можете также высадить, если у вас есть треусадебный участок. Один из цветков, который считается присягой на верность, называют фиалку. Период цветения фиалки тоже достаточно длительный. Цветок неприхотливый. И поверьте, если вы подарите даме свои... Вот здесь у меня уже мало цветочков осталось, а так они цветут, как правило, такими большими шапками. Цветовая гамма цветов очень разная. От пестрых до пестроцветковых, до однотонных, махровых, обычных. То есть выбор очень большой. Обратите внимание. И, как правило, они недорогие. Ну и, конечно, один из самых любимых и самых покупаемых цветов. У нас тоже, кстати, есть ролик о том, как за ним ухаживать. Я тоже дам ссылку. Это орхидея. Ну, считается, что это не просто цветок и не просто символ любви. А это еще цветок, который перенесет в ваш дом удачу и счастье. Поэтому обратите на него внимание. Орхидея цветет достаточно долгий период времени. Раскраска бывает различная. От нежных до красных, розовых. То есть очень много вариантов. И в уходе он несложный. То есть цветок достаточно не капризный. Обратите на него внимание. Азалия и горденью относят к цветкам символом счастья и верности в любви. И символом долголетия. Могу сказать, что азалия цветет такими красными. Ну, тоже вариантов много. И красными, и розовыми, и белыми цветами. Необыкновенной красоты. И горденью я тоже через запятую их недаром поставила. Это тоже цветок, который однозначно заслуживает ваше внимание. Единственное, что вот у горденьи очень красивый белый цветок. Но у него достаточно сильный аромат. То есть если вы не любите вот такой вот запах, то, конечно, не стоит тогда покупать. Тогда отдайте предпочтение азалии. Так этот цветок необыкновенно красивый. И цветет достаточно долго. То есть у него бутончики один за другим раскрываются. И создается впечатление цветущего букета. Еще один цветок, который тоже заслуживает вашего внимания, это герберы. Герберов раскраска много. Листва у него богатые. Цветы достаточно крупные. До 15-20 сантиметров достигают. Есть красные, розовые, оранжевые. Что еще очень хорошо у герберы. То есть период цветения достаточно длительный. После того, как отцветает, вы тоже можете посадить в сады. И на следующий год оно снова у вас зацветет. То есть этот цветок не одноразовый. Вот здесь вообще на столе я собрала вам не одноразовые цветы. А которые в процессе роста они зацветут еще не один и не один раз. И порадуют вам. И напомнят о том вашем счастливом дне, когда вы преподнесли этот цветок. Как символ любви. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Пока.